Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ограничение в силе. 5 октября вступило в действие распоряжение президента Абхазии об установлении отдельных мер по защите населения от коронавируса. Нелегкая борьба за легкие. Наша история про молодого лаборанта и рентгенолога Александра Попова из Екатеринбурга. 103 репертуарных спектакля несмотря на пандемию. Дрампа отрел итоги 39-го театрального сезона. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 5 октября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 192 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 49 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 138 человек. Из них 117 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии 17 человек, средней степени тяжести 46, выписано 19 пациентов. 4 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент. 1947 года рождения поступивший в стационар Гудаутской ЦРБ 23 сентября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую терапию, состояние больного ухудшилось и он был переведен на аппарат ИВЛ. Однако 4 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания и сердечные и легочные системы. 5 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент возраста 64 лет, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ за 40 минут до смерти. С тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью на фоне тотальной двусторонней полисегментарной пневмонии. Больной немедленно был вскоре подключен к ИВЛ. Однако, несмотря на все проводимые реанимационные мероприятия, мужчина вскоре скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 1765 человек. Выздоровело 640 человек. 15 летальных случаев. Ограничение в силе 5 октября вступило в действие распоряжение президента Абхазии об установлении отдельных мер по защите населения от коронавируса. Между тем, Государственный музей и Дом культуры в Ткуарчале закрыты из-за вспышки коронавируса в коллективах. Такое решение Министерство культуры и администрация Ткуарчаловского района приняли, несмотря на распоряжение президента, разрешающего работу учреждения культуры. При этом, тем же распоряжением с 5 октября запрещены свадьбы, а также любые массовые мероприятия в закрытых помещениях. А водители общественного транспорта, продавцы, сотрудники кафе и ресторанов обязаны носить маски, перчатки и проводить ежедневную дезинфекцию рабочих мест. Подробнее расскажет Надежда Боровикова. 5 октября в силу вступило распоряжение президента Абхазии об установлении отдельных мер по защите населения от коронавируса. Первым пунктом – запрет на проведение массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, а также свадебных и иных торжеств. Реализация первых пяти пунктов возложена на администрации районов, городов и сел. Поскольку распоряжение вступило с сегодняшней даты, настоящий момент работы продолжается. В первую очередь по уведомлению, по информированию тех или иных объектов, по недопустимости скопления людей в закрытых помещениях. То есть работа продолжается и по сей день. С кем-то связаться не удалось. Но тем не менее мы понимаем, что сегодня только первый день, поэтому все еще впереди и работа требует планомерного, системного подхода. Дело в том, что не все еще до конца понимают серьезность складывающейся ситуации. Но можно сказать, что это не только наша местная специфика. К сожалению, так во многих странах мира изначально было. Второй пункт постановления – рекомендация ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. В этом вопросе столичная администрация рассчитывает на сознательность граждан и поддержку общественных институтов. Я бы хотел подчеркнуть, что администрация в части своей компетенции регулировать напрямую данный процесс не может. Она может его регулировать совместно с различными общественными организациями. Хотелось бы подчеркнуть, что здесь очень важно на этом этапе подключить и Совет Старейшин, и общественную палату. И в той части, в которой мы можем этому содействовать, мы, конечно же, посодействуем. Безусловно, не стоит ожидать того, что администрация будет обзванивать людей или приходить домой, что-либо запрещать. Мы понимаем, что мы все-таки живем в Абхазии, здесь есть своя специфика. И в части, касающейся именно траурных, различных торжественных мероприятий, очень большое значение имеет в первую очередь сознательность самого населения и работа так называемых общественных институтов. Объекты общественного питания с 5 октября должны обеспечить расстановку столов на расстоянии не менее полутора метров и обязать персонал носить маски и перчатки. Также администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должны ежедневно проводить дезинфекцию своих территорий и обязать продавцов носить маски и перчатки. В части, касающейся работы объектов розничной торговли и общественного питания, также ведется работа по информированию их владельцев о необходимости соблюдения тех ограничительных мер, которые введены. У нас уже опыт определенный есть. Ранней весной, в начале лета мы проводили рейды. В принципе, люди, они знают, о чем идет речь. Здесь вопрос состоит в том, что нужно вернуться к тому режиму, который был. Естественно, за летний сезон курортные люди расслабились, отвыкли. Но в связи с тем, что ситуация ухудшается, придется, к сожалению, большому к нему, к такому режиму возвращаться. Местные администрации, кроме того, должны обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов, общественного транспорта и обязать водителей быть на рабочем месте в маске и перчатках. Еще с первого числа текущего месяца мы уже ввели определенные ограничительные меры по функционированию общественного транспорта. Это касается и необходимости наличия у водителей масок. Это касается и определенной рассадки пассажиров, так называемой шахматной рассадки, для недопущения близкого контакта между собой. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению города, проявить максимальную сознательность, помочь нашим медикам в первую очередь, которые действительно ежедневно ведут напряженную борьбу за жизнь, за здоровье людей. Дело в том, что если процесс будет иметь массовый характер, просто медики физически не справятся. Поэтому, когда водители в общественном транспорте просят надевать маски или же рассаживаться на расстоянии друг от друга, не заполнять полностью салон автобуса, убедительная просьба прислушиваться к тому, что они говорят. Всем учреждениям культуры, включая театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, работать разрешено, но в ограниченном режиме. Сотрудники должны использовать средства защиты, дезинфицировать помещение, а зрители в зале сидеть через два пустых сидения. Реализация данного пункта постановления возложена на Министерство культуры. Согласно данному распоряжению, мы на данном этапе ограничили работу наших подведомственных учреждений. Безусловно, соблюдаются все меры безопасности, соблюдаются меры индивидуальной безопасности сотрудников подведомственных учреждений. Это отношение масок обязательно, дезинфекция помещений, зданий. Несмотря на то, что культурным учреждениям разрешено работать, некоторые из них пришлось закрыть из-за большого количества зараженных среди сотрудников. К сожалению, из-за количества заболевших, нами было принято решение внутренним приказом приостановить деятельность госмузея. Также приостановлена деятельность и Ткварчальского театра. Дело в том, что администрации города Ткварчал, Ткварчальского района, было принято решение приостановить деятельность Дворца культуры. А Ткварчальский театр у нас находится на базе Дворца культуры. И в связи с этим, нами также было принято решение приостановить деятельность в данном учреждении. Седьмой пункт распоряжения с поручениями для Минздрава должен быть реализован к 15 октября. К этой дате в каждом районе должны быть определены медучреждения с изолированными помещениями для коронавирусных больных и должна быть установлена система централизованной подачи кислорода в Кудаутской ЦРБ. Действие данного распоряжения продлится до подписания нового. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза ТВ. Вопросы распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия обсудили 5 октября в парламенте страны на встрече с министром здравоохранения Республики Абхазия Томазом Цахнаки и главным санитарным врачом Республики Людмилой Скорик, которая состоялась по инициативе депутатов Народного собрания Республики Абхазии в рамках еженедельного рабочего совещания. Открывая его, спикер Валерий Кварчи выразил общую беспокойность ростом числа больных COVID-19, желание парламентариев знать реальные возможности и потребности государства в борьбе с эпидемией. Депутаты заслушали министра, который представил статистические данные о количестве выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии, подробно рассказал о проблемах и первоочередных задачах, стоящих перед Министерством здравоохранения. В ходе встречи, как сообщает пресс-служба парламента, было предложено вернуться к мерам, которые были предприняты и действовали в апреле текущего года. Многие депутаты отметили, что поддержит Министерство здравоохранения, если оно обратится к исполнительной власти и с более жесткими рекомендациями. Очаги карантина. В понедельник, 5 октября, после двухнедельного карантина, открылась Сухумская школа номер один, четвертая, наоборот, ушла в карантин. В столичной школе номер два, шесть классов находятся на самоизоляции. Три детских сада, Соловей, Гунда и Сказка в Сухуме, также закрыты из-за болезни воспитателей. Как удается в такой ситуации вести учебный процесс, выясняла Мариана Котова. Измерить температуру, обработать руки антисептиком и проследить, чтобы старшие зашли с одной стороны, а младшие с другой. Обязательные условия работы абхазских школ в период пандемии, которые строго выполняются в каждой школе. Сухумская школа номер один. Две недели была закрыта из-за большого числа заболевших COVID-19 учителей и учеников. Директор до сих пор находится на самоизоляции. Но решение открыть школу все-таки приняли. Дети, конечно, никак не могут собраться, потому что если посудить, то это уже многомесячный отпуск, правильно? И дети, конечно, очень многие, не все родители могут помочь своим детям даже при желании. Кто-то, скажем, достаточно образован, но работает правильно. И потому, конечно, дети немножко пока в колею войти сложнее, чем обычно. Нонна Лючева руководит восьмым классом, в котором 30 учеников. Сегодня на занятия пришли 12 из них. По словам педагога, не все родители готовы отпускать в школу детей, зная о победимеологической ситуации в столице. В моем детей сегодня из 30 пришло 12 человек. 8 человек у меня на карантине. Ну и есть те, которые, конечно, боятся, и мы не вправе настаивать. Не будут предоставлять справки. Есть кто уже переболел и, слава богу, сегодня уже вышел. Во второй сухумской школе вход всем взрослым запрещен. Поэтому интервью с директором мы записывали на улице. Несмотря на все меры предосторожности, которые здесь соблюдают, шесть классов в настоящий момент находятся на самоизоляции. Четыре, потому что в них заболели дети, и два из-за болезни учителей. Вот осталось у нас три недели до осенних каникул. Я думаю, что сегодня даже побольше детей, чем были в четверг и в пятницу. Кто-то уже выздоровел, простудные заболевания. Не все классы, заболевшими детьми, отправляются в карантин. Иногда время на диагностику бывает упущено. И оказывается, что две инкубационные недели класс уже отучился. В таком случае детей оставляют в школе. Но при свежевыявленных случаях COVID-19 детей отправляют на удаленку. Мы все понимаем, большая загруженность лаборатории. Дети не все могут сразу получить или положительный, отрицательный тест. И поэтому с того момента, как ребенок был последний раз в школе, проходит 10-12 дней. Не всегда уже это целесообразно. Мы, конечно, наблюдаем за детьми. И отправлять на карантин после двух недель, в принципе, смысла уже нет. Весь карантинный период проходит. Те, которые сразу нам в течение двух-трех дней сообщают о заболевании ребенка, мы классы отправляем на карантин. Как показал весенний карантин, говорит Ирина Павирскер, абхазские школы не готовы к дистанционному обучению. Техническое оснащение учителей, учеников, а также качество интернета не позволяют полноценно проводить онлайн-занятия. Из 30 классов всего лишь 14-15 подключались, потому что кто-то в деревню уехал. Во-первых, интернет у нас, какой бы хороший провайдер не был, вот, например, у меня система установлена, это не... Все равно, когда подключается большое количество детей, зависает интернет, у нас нет нормальной образовательной платформы. Мы пытались пользоваться российской, вот это, учи.ру, но тоже она зависает, в России не то, что у нас. И у детей нет с телефона, ну, допустим, у меня есть возможность не у всех ноутбуком пользоваться. У детей единицы, у кого есть планшеты, а с телефона всю информацию получать очень сложно. Поэтому учителя надеются на непрерывность учебного процесса, так как качество знаний, полученных удаленно, весьма сомнительно. Обычное обучение предусматривает обратную связь, учитель-ученик. Получать обратную связь тоже очень сложно. Ребенок, допустим, выполняет задание, фотографирует и пока присылает домашнее задание, его тоже довольно сложно проверить. И немножко пока мы не готовы. И материальное положение нашего населения, наших деток, к сожалению, не позволяет пока это сделать. Та же история в среднеспециальных учебных заведениях. Например, в медколледже невозможно учиться удаленно. Основные знания здесь получают на практике. Из-за длительного карантина у студентов образовался огромный пробел в знаниях. Ну, тот семестр мы, в принципе, из-за карантина не занимались. Сейчас стараемся, как-то дополнительные занятия проводим, потому что нашей специальности не получается на заочное обучение. Дополнительно мы проводим после своих лекций, то восстанавливаем. Самые лучшие знания получают студенты, отправившиеся волонтерами в Гудаутский госпиталь. Как рассказала директор колледжа НАТО Тарба, ребята с воодушевлением восприняли приглашение работать в ковидном центре. Но не всех отпустили родители. Студентам это интересно, это их работа. Где-то было, наверное, и боялись, но все вместе они как-то, как придя домой, они родителям рассказали. Конечно, насильно мы их никого не заставляем. Как родителям сообщили, родители отказались. Из 12 на лечебном факультете было, и 6 было на сестринском. Из них одна сегодня уже приступила к работе в Гудаутске, это одна из сестер, и четверо уехали лечебники из 12 человек. В колледже так же, как и в школах. Если заболел хоть один студент, то на самоизоляцию отправляют всю группу. В настоящий момент в карантине находятся две группы. Если температура у кто-то, мы их отправляем домой. Конечно, у нас детей очень мало на сегодняшний день. Кто-то боится, не пускает своих детей. Но педагоги все на месте. Обычно карантин в учебных заведениях вводится при определенном проценте заболевших. Но сегодня получить объективную картину сложно, так как многие учащиеся не посещают занятия не по болезни, а из-за страха заболеть. Мария Анна Котова, Сосрыква Гухава, Абаза ТВ. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИПИД Академии наук Абхазии Алиса Мато приняла участие во втором форуме по преаналитике, который прошел в конце сентября в рамках Конгресса лабораторной медицины 2020 в Москве. В форуме работали специалисты из России, Португалии, Италии, Арабских Эмиратов, США, Чечни и Абхазии, которые проводили анализ преаналитических ошибок на клинических примерах. Погружались в законодательные и практические особенности работы и в целом делились опытом. Эксперты отметили, что пандемия COVID-19 изменила отношение медицинского сообщества, а к преаналитике показала необходимость тщательной подготовки среднего медицинского персонала к взятию биологического материала. Герои здравоохранения так сегодня называют врачей, которые каждый день, рискуя своей жизнью, спасают чужие. Это история про молодого лаборанта-рентгенолога Александра Попова, который приехал работать в Абхазию из Екатеринбурга пять лет назад. Тему продолжит Виола Барганджи. Первые на страже здоровья и в особой зоне риска. Сегодня, в период пандемии, профессия врача смело может стать лидером рейтинга самых востребованных специальностей. В тяжелых условиях и зачастую без выходных. Именно так проходит работа почти каждого медицинского сотрудника. С девяти до шести приходил, естественно, пораньше, уходил попозже. Как всегда, сами понимаете, эта болезнь, она не спросит, кто когда работает. Она наступает тогда, когда сама захочет. К такому графику и огромному потоку людей. Это порядка ста человек в сутки. Александр уже привык. Молодой 30-летний рентгенолог приехал в Абхазию еще задолго до пандемии. Желание работать и жить здесь, как рассказывает медик, было не спонтанным. Жил в Екатеринбурге, в Екатеринбурге уже и учился. Пять лет назад мы с мамой приехали сюда, в Абхазию. Здесь очень хороший климат. Здесь море. Всегда хотел жить на берегу моря, в небольшом тихом городке. Когда сюда приехал изначально, то пошел работать на скорую. Так судьба свела меня здесь поработать. И пошел в горбольницу. Именно вот в рентген-кабинет, то есть это лучевая диагностика. Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Александр задействован в качестве рентгенолога в инфекционной больнице и МРТ-центре. Именно туда, по словам Александра, приходится большой наплыв пациентов. Туда командировали, но тем не менее, там сейчас работает также наш сотрудник, наш специалист. Мы составим свой график, будем меняться. Конечно, мы людей так не оставим. Это естественно. Их до ста человек в день доходит. Это, конечно, нагрузка есть. Но так как это наш долг медицинский, мы его должны выполнять. Людям нужно помогать в этом деле. Очереди здесь, во второй городской больнице, большая редкость. Связано это с тем, что попасть сюда на рентген можно только по направлению врача. Но, несмотря на это, спокойно дежурство у Александра не проходит. Телефонные звонки от пациентов не утихают ни на минуту. А беззвучный режим только за редким исключением. Например, как сейчас. Быстро дать интервью и приступить к привычным консультациям. Пусть и по телефону. Виола Барганджа, Эдуард Аракелян, Абазатовая. Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии. Министерство финансов РФ заложило в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 3,6 миллиардов рублей дополнительных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Деньги предполагается направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках. Это следует из проекта закона о бюджете и пояснений к нему. Об этом сообщает агентство РБК. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, Минфину и Минэкономразвития было поручено обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республик Абхазии и Южной Осетии и государственных гражданских служащих Республики Южной Осетии. Официальная делегация Республики Абхазии во главе с руководителем администрации президента Алхасом Квициния встретилась с президентом Сирийско-Арабской республики Башаром Асадом. Официальная делегация Республики Абхазии прибыла в Дамаск для участия в церемонии открытия посольства Республики Абхазии в Сирии 6 октября. Алхас Квициния передал приветствие Башару Асаду от президента Аслана Бжани по желанию народу Сирии в мире и благополучия. Глава Сирийско-Арабской республики выразил желание лично познакомиться со своим абхазским коллегой и обсудить вопросы сотрудничества между двумя странами. Алхас Квициния отметил, что народ Абхазии выражает поддержку народу Сирийско-Арабской республики в его стремлении защитить страну от международного терроризма, сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. Сегодня же состоялась встреча абхазской делегации с премьер-министром Хусейном Арнус и министром иностранных дел Валидом Муалем. О принципах работы фонда, деятельности ассоциаций в районах и взаимодействии с фондом инвалидов войны шла речь на встрече премьер-министра Александра Анкваб с руководством фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Руководителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии ветеранами войны поднимались проблемные вопросы обеспечения инвалидов войны медикаментами, оказание льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними. Ассоциациям инвалидов в районах будут переданы материалы проверок финансово-хозяйственной деятельности как фонда, так и ассоциаций, после чего состоится очередная встреча с премьер-министром страны. О ситуации в Нагорном Карабахе. Утром 5 октября по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту нанесли еще около 20 артиллерийских ударов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались близко к центру города. В числе прочего использовались снаряды РСЗО. МИД Нагорного Карабахской республики сообщил, что вооруженные силы Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности. Россия, США и Франция готовят совместные заявления министров иностранных дел по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Сейчас мы готовим заявления министров иностранных дел трех стран. Ну и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, а о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров, цитирует ТАСС, министр иностранных дел Российской Федерации. Указом президента Аслана Бжани за особые заслуги в развитии абхазской литературы и создании высокохудожественных произведений писателю Платону Бебе присвоено почетное звание Народный поэт Республики Абхазии. Сегодня свой 85-летний юбилей отмечает абхазский поэт, прозаик, публицист, переводчик Платон Бебе. Союз писателей Абхазии поздравил юбиляра, пожелав ему здоровья, творческих успехов и абхазского долголетия. Платон Бебе – заслуженный работник культуры Абхазии. Лауреат Государственной премии Абхазии имени Гулия, кавалер ордена Агдзапша третьей степени, автор более 25 сборников, стихов, баллад, поэм, рассказов и романов «Заподня», «Скоморохи», «Каменная ноша». Произведения Платона Бебе переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. Платон Бебе известен и как переводчик. Он перевел на абхазский язык поэму «Медный всадник», «Пушкина», «Стихи Бернса», «Есенина», «Лорки», «Ефтушенко» и другие. 5 октября в Абхазии, как во многих странах мира, отметили День Учителя. Президент Аслан Бжаня поздравил учителей Абхазии с профессиональным праздником, пожелав им мира, благополучия и дальнейших успехов в воспитании подрастающего поколения в сегодняшних непростых условиях. Глава администрации города Сухом Беслан Эржба в своем поздравительном адресе учителям отметил, что успех учителей – это процветание всей страны. О том, как отмечают День Учителя в условиях пандемии в репортаже пресс-службы администрации города Сухом. Учитель соприкасается с вечностью. Он никогда не знает, где заканчивается его влияние, сказал писатель и историк Генри Адамс. Эти слова передают, насколько учитель может повлиять на жизнь человека, который только начинает свой путь к познанию. Чтобы не хватало нервов на нас. Так ученица Сухомской третьей школы Анна Топчан поздравляет своих учителей с праздником. Она пришла в школу с букетом для классной руководительницы. Я хочу, чтобы мои учителя всегда были веселые, чтобы всегда поддерживали нас. А букет для кого? Для нашей классной руководительницы Тейджема. Вам хочется учиться в школе или вы предпочитаете дистанционно обучаться? Лучше учиться в школе, чем дистанционно. Ученики третьей школы в письменном виде передали пожелания своим учителям. Одну из них прочитала и начальник управления образования столицы. Благодарим вам и важное знание на истинный припев учения сверху, учения тьма. Спасибо. А в тех условиях, которые сложились сегодня в мире в связи с пандемией, роль учителя приобретает еще более важное значение. Управление образования города Сухом отменило в этом году торжественное мероприятие. Но труд учителей не забывают отмечать. Педагоги – это дворческие люди. Во всех наших школах получают наши дети хорошие знания. И педагоги – это вот… И в этом году мы увидели, какая хорошая преемственность молодой поколения, которое пришло в наши школы. Значит, получается, что есть образование, есть у нас будущее для детей, для нашего государства. Пожелаем им здоровья, терпения, удачи. Ученики Третьей Сухомской школы имени Воронова подготовили видеопоздравления своим педагогам, которые они просмотрели все вместе. Сегодня хотя бы на какое-то время забудем о пандемии и порадуемся тому, как нас поздравят. Всем вам здоровья, счастья, благополучия в семьях и с удовольствием приходить на работу. Вот все наши усилия, чтобы направлены были на то, чтобы сделать учебный процесс как можно лучше, интереснее, заинтересовать детей, чтобы им радостно было приходить в школу. В 14 сухомских общеобразовательных и одной вспомогательной школе 8266 учащихся обучают 720 педагогов. 22 педагога заболели коронавирусом, четверо уже вышли на работу, другие пока лечатся. Аида Кварчелия, директор 10-й горской школы, сама переболела коронавирусной инфекцией и только сегодня вышла на работу. Она отмечает, что в школе соблюдаются все меры предосторожности, но многие родители боятся отпускать своих детей в школу, но при этом их часто видят в городе. В школе три входа. С центрального входа начальная школа заходит, а с боковых по Пушкину заходят старшеклассники. Медсестра стоит с утра до окончания второй смены и здесь и там меряем, руки обрабатываем, температуру проверяют. Аида Кварчелия отмечает, что в Гудаутской больнице врачи делают все возможное и невозможное, чтобы вылечить своих пациентов. Я очень благодарна врачам, медсестрам. Я не знаю, что я бы могла сделать для них. Просто я, когда они к нам в палату заходили, я все время извинялась. Вы понимаете, почему я это делала? Вот как они одеты. И вот с половины седьмого, бывало до трех, до четырех, до трех ночи, не отходя от нас, капельницы ставили. Я не видела, чтобы кто-то, знаете, грубое слово в адрес нас может. Хотя они так уставали, было им тяжело. Они все время нас успокаивали, как психологи, и говорили, все будет хорошо. Дай Бог, чтобы никто не болел, и я не хочу, чтобы кто-нибудь, пускай я буду последняя в Абхазии, кто переболел ковидом. Из 14 общеобразовательных школ столицы в двух объявлен был карантин. В третьей школе частично для младших классов до 14 октября. Также до 14 октября четвертая школа находится на карантине. Остальные школы функционируют в полном объеме. Мадина Абганба, Дэвид Айвитсба, Пресс-служба администрации города Сухум. В День Учителя Президиум Республиканского профсоюза работников образования, науки и учащейся молодежи также поздравляет неутомимых тружеников и воспитателей нашего подрастающего поколения с Днем Учителя. Как отмечается в поздравлении профсоюза, в это сложное время хочется пожелать вам крепкого здоровья и больших успехов в деле воспитания и обучения нашей прекрасной молодежи. Убеждены, что народ Абхазии, президент руководства страны по достоинству оценят вашу мудрость и душевность, благородный, ответственный, требующий полной самодачи труд, который всегда пользовался в Абхазии особым уважением. С праздником, дорогие наши учителя! С праздником, дорогие наши учителя! Утром 5 октября приблизительно в 10.00 неизвестные в масках и с огнестрельным оружием совершили разбойные нападения на магазин «Гумистан» на проспекте Мира в Сухуме. По словам очевидцев, угрожая продавцам оружием, грабители разбили стеклянные витрины и забрали ювелирные изделия, в основном серебряные. Как рассказали каналы Абаза ТВ в пресс-службе МВД, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Судебные слушания по делу о смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба перенесли на среду 7 октября из-за того, что явка свидетеля Казбека Кишмахова не была обеспечена. Как сообщает «Спутник», на очередном заседании сторона обвинения ожидала увидеть бывшего заместителя министра внутренних дел Казбека Кишмахова. Еще в марте стороной защиты был направлен в МВД запрос о том, чтобы ведомство обеспечило явку свидетеля. Однако в министерстве на тот момент ответили, что не могут удовлетворить запрос из-за того, что Кишмахов находится за пределами Абхазии в Карачаево-Черкесской республике. Прокурор Даур Амичба заметил, что с тех пор прошло полгода и на данный момент неизвестно, где находится Кишмахов. Генеральная прокуратура сделает очередной запрос в Министерство внутренних дел Республики для обеспечения явки свидетеля бывшего заместителя главы МВД Казбека Кишмахова. Родственники, друзья, а также юристы собрались в поддержку Ахравицба на площади Свободы в Сухоми в понедельник, 5 октября. По словам представителей собравшихся Александра Басария, они встретились, чтобы обсудить правовую сторону ситуации. В личном разговоре с корреспондентом «Спутник» родственники Ахравицба отметили, что не согласны с его задержанием. Собравшиеся делегировали группу людей для переговоров в Министерстве иностранных дел. Басарий отметил, что удалось встретиться с заместителем главы МИД. На встречу к собравшимся спустя несколько часов прибыл вице-президент Абхазии Баадра Гунба. В 103 репертуарных спектакля, несмотря на пандемию, директор Росдрамы Ракли Хинба подвел предварительные итоги 39-го театрального сезона и рассказал, какие громкие премьеры ждут зрители в юбилейном 40-м театральном сезоне. Об итогах и планах театра «Искандера» Анастасия Никонова. 15 октября Росдрам завершает 39-й театральный сезон. Несмотря на сложный год и коррективы, которые внесла пандемия коронавируса, у театра «Искандера» было несколько громких премьер. «Электро», «Оскар», «Дневник авантюриста», «Приключения Буратино», «Кровавая свадьба» и «Актуальная радость вопреки всему». Подводя итог 39-го сезона, директор Росдрамы Ракли Хинба отметил, что вопреки вынужденным перерывам коллектив отыграл 103 репертуарных спектакля. Несмотря на то, что мы три с половиной месяца не могли играть спектакли, мы все-таки на данный момент успели сыграть 103 репертуарных спектакля. Всего, я думаю, до конца сезона мы сыграем не менее 106 спектаклей. И вообще всего, позавчера мы играли «Радость вопреки всему». Это было 500-е мероприятие за неполных 4 года нового этапа в жизни русского театра Абхазии, Росдрамы. Я не знаю таких примеров в истории театров в Абхазии, чтобы за сезон в театре проходило более 130 событий различных, ну, спектаклей в первую очередь. С 5 октября в Абхазии запрещено проведение массовых спортивных развлекательных мероприятий, исключение деятельность учреждений культуры. Ракли Хинба отметил, что в театре будут соблюдены все необходимые меры профилактики по нераспространению COVID-19. Правда, культурные мероприятия не подпали под запрет, и за это была благодарность руководству Абхазии. Но мы не можем вот с 5 октября играть спектакли на полный зал. Поэтому кровавая свадьба уже будет проводиться с учетом новых требований к организации рассадки зрителей в зале. Мы, конечно, будем соблюдать эти требования. И вообще, в принципе, мы делаем все от нас зависящее, чтобы зрители, приходящие в театр, не думали о том, что они могут заразиться любым вирусом, включая коронавирус, или, в принципе, что их безопасность, их здоровье может что-то угрожать. 39-й театральный сезон завершится спектаклем «Кровавая свадьба», а уже после будут объявлены победители зрительского голосования по итогам сезона. Названы лучшие актеры, режиссеры и спектакли «Русдрама». Мы очень просим наших зрителей обратиться на наш сайт rusdram.org. Там есть специальный раздел «Голосование», баннер на главной странице. Вы можете проголосовать за понравившихся вам артистов, как я уже сказал, режиссеров, художников, выбрать лучший спектакль, на ваш взгляд. И вот 15 октября мы прямо на сцене театра после спектакля будем вручать эти награды. Это очень красивая церемония. Мы ждем наших зрителей вот в этот день, чтобы завершить этот непростой, но прекрасный 39-й сезон. А вот 40-й юбилейный сезон откроется премьерой. «Русдрам» представит зрителю моноспектакль по мотивам романа абхазского классика Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Это будет одно из, наверное, ярких событий второго полугодия 2020 года. Моноспектакль. Моноспектакль в постановке Джамбула Жордания и в главной роли Асман Абухба. Асману Абухбу надо будет за час небольшим передать весь смысловой и эмоциональный объем этого великого романа. И вот моя интуиция подсказывает, что это будет очень интересная работа. Завершая онлайн-пресс-конференцию, Рак Лихиндба отметил, что уже 7 октября в «Русдраме» состоится открытие фестиваля Фазилия Искандера «Стоянка человека», где пройдет предпремьерный показ фильма Аслана Галазова «Детство Чика», снимавшегося в Абхазии. Билеты на показ можно приобрести в кассе «Русдрама». Анастасия Никонова, Эдуарда Ракелян, Абазатова. Снова новости столицы. 6 и 7 октября троллейбусы не будут ходить по маршруту «Новый район рынок» в связи с ремонтными работами. Остальной транспорт будет ездить пока по старой схеме. 6 и 7 октября маршрутная линия троллейбуса в «Новый район рынок» не будет функционировать в связи с соединением троллейбусной линии с улицы Ардзенба на улицу Базинская. Об этом сообщил начальник департамента по управлению транспортом и организацией дорожного движения администрации города Сухом Тимур Абгадж. Ранее мы сообщали, что в связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Базинская, который займет несколько месяцев, маршрут троллейбуса в «Новый район рынок» будет проходить по улице Айтглара с выездом на улицу Ардзенба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской. Для проведения троллейбусной линии по улице Айтглара потребуется около месяца, поэтому администрации Сухома было принято решение о продлении пути троллейбусов данного маршрута до района Турбазы. Там троллейбусы будут разворачиваться на улицу Акертава и далее по линии Тхубун рынок пойдут до улицы Абазинской и затем по старому маршруту направятся на «Новый район». Такой маршрут будет функционировать до проведения троллейбусной линии по улице Айтглара. В течение двух дней Департамент по организации дорожного движения планирует провести необходимые работы для переброски линии с улицы Ардзенба на Абазинскую и для кольцевого разворота троллейбусов на Турбазе. Мадина Абганба, Давид Авицба, Пресс-служба администрации города Сухом. Спорт. В Пицунде 5 октября завершился международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР кавалера ордена Леона Георгия Блаб. В этом году в нем приняло участие рекордное количество спортсменов 650. В Абхазию приехали боксеры из старых городов и регионов России, а также ДНР, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. На торжественной церемонии открытия турнира участников и гостей также приветствовали и пожелали успехов старший тренер сборной России по младшим юношам, президент Федерации вольной и греко-римской борьбы Денис Царгуш, судья всероссийской международной категории Валериана Орлана и старший тренер юношской сборной команды России по боксу Николай Павлов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, во вторник, 6 октября, в республике переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 18, днем до плюс 26, температура морской воды до плюс 24. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok